Соответственно, я готов. Александр, так понимаю, тоже готов. Предлагаю начинать. Всем добро пожаловать на Spice IT Networking, наш технический метап по Computer Vision. Александр Пятюшко из компании Huawei нам расскажет про применение состязательного обучения к исследованию устойчивости нейросетей в реальном мире. Несмотря на то, что сегодня доклад в целом, я так понял, в рамках практического Computer Vision, компьютерного зрения устраиваться, я бы хотел показать, что на самом деле вся практика, она по большему счету из теории выходит. И сначала хотел бы рассказать о некоторой теории, которая потом приведет нас к интересным практическим результатам. Здесь я представляю, имею двойную аффиляцию. С одной стороны, я представитель компании Huawei, а именно Moscow Research Center и лаборатории Intelligent Systems и Data Science Technology Center. С другой стороны, я представляю Московский государственный университет им. Ломоносова, Мехмат, кафедру Матис. Вот из этих двух точек зрения сейчас я и попытаюсь рассказать о том, что же такое состязательное обучение и как его применять на практике к исследованию устойчивости. План я не буду, чтобы временем занимать. На самом деле, первые пару слайдов – это о нашей лаборатории. Наша лаборатория называется Intelligent Systems Data Science Technology Center. И мы не просто индустриальная лаборатория, мы еще и стараемся в рамках сложнейших, так называемых, фундаментальных теоретических задач в области искусственного интеллекта сотрудничать с ведущими вузами. В данный момент мы сотрудничаем с МФТИ, со СКОЛТЕХ, с МГУ и со СПБГУ. И с каждым институтом у нас, с университетом, есть коллаборация, и мы пытаемся решать сложнейшие задачи в области устойчивости, обобщающей способности, того же самого состязательного обучения, автоматического поиска архитектур, геометрии приложения к нейросетям. В общем, все очень-очень интересно, но и в то же время сложно. Также, как бы, мостик между теорией и практикой. Мы в прошлом году являлись организаторами образовательной программы SHARE, а именно школы опережающей научного развития Huawei. Наша лаборатория ведет занятия в МГУне Ломоносово. Там три факультета участвуют. Это МИХМАТ, это ВНК и ФИСФАК. Ну, еще факультет космических исследований, но там пока ни одной студенток к нам не пришло оттуда. Это двугодичная программа, 12 полносеместровых курсов, два направления. Это, собственно, компьютерное зрение и машинное обучение и большие данные и теории информации. Так что, если кто-то вдруг где-то рядом, милости просим. Ну, попытаюсь теперь кратко рассказать сначала о некотором бэкграунде, а именно про развитие нейросетей. Пару слов скажу быстро. С 43-го года, когда было впервые введено понятие и формализовано искусственного нейрона Маккалаком и Пицца, нейросети стали объемнее, а именно там больше параметров, глубже, больше блока вычислений, ну и в целом лучше, потому что то, что могут нейросети делать сейчас, а именно качество решения задач, не сопоставимо с тем, что было 80 лет назад. То есть мы можем видеть, вот слева это изначальный перцептрон, справа это вот стандартная инцепшн-сеть для компьютерного зрения 2014 года. Ну, поскольку мы здесь говорим о компьютерном зрении, прежде всего мы должны сказать о сверточных нейросетях, которые как раз им предназначены для того, чтобы работать с картинками, либо видео. Мы можем выделять объекты, классифицировать, ну и как бы да, наконец-то мы сможем, можем точнее, не то, что сможем, уже можем достоверно отвечать на вопрос, что на фотографии кошка или собака. Этот вопрос кажется смешным, но на самом деле в прошлом веке попытки решить данный вопрос было сломано множество копий, потому что с точки зрения множества разных локальных статистик и характеристик очень сложно, на самом деле, отличить кошку от собаки. Ну и слева как бы картинка, как устроены нейросети сверточные. Я надеюсь, большинство здесь присутствующих имеют представление, что это такое. Вот, ну давайте перейдем как бы к тем вопросам, которые будут интересовать больше всего сегодня в данном докладе. А так лишь хороши сверточные нейросети, и действительно ли ими можно сделать все? Вопрос номер один. Действительно ли нейросети лучше человека распознавают? Ой, распознают. Ой, прошу прощения. Вот, и вопрос номер два. Насколько они устойчивы? То есть как они воспринимают некоторые неразличимые с точки зрения человека входные возмущения? Легко ли их сломать? Вот, и давайте попробуем разбираться. Ну, пару слайдов будет про то, что на самом-то деле с точки зрения сравнения качества распознавания на больших объемных базах данных, сверточные нейросети на данный момент работают куда лучше. Например, на ImageNet это очень известная база данных изображений, в которой каждое изображение принадлежит одному из тысячи классов. мы имеем ошибку распознавания для человека по 5%. В прошлом году было два, это данные по состоянию на конец прошлого года, сейчас, наверное, уже и меньше, на самом деле. Ну, ладно, вот какие-то там непонятные тысячи классов. Наверняка там, например, будут классы разных видов собак, каких-то там, не знаю, подвидов чего-нибудь, каких-то животных, естественно, не все люди это знают, даже тренированные. Но что умеет делать человек хорошо, и даже, я бы сказал, очень хорошо, это распознавать лица. Тем не менее, даже на не очень сложной базе данных под названием Labeled Faces in the Wild у человека ошибка распознавания 2,5, а у нейросети уже там почти 0. Вот это примеры из этой базы данных. Вот, оказывается, можно внести практически незаметные для глаза человека возмущения во входную картинку, которые с точки зрения нейросети полностью поменяют ее решение о том, какой же, например, это класс. Это стандартная картинка, как бы с которой все это началось в 2014 году. Это панда, нейросеть уверена в том, что это панда, говорит этот ответ с уверенностью 57%. Добавляем небольшой шум, вот он здесь показан в виде разных точек, на самом деле его нужно разделить на тысячу, его якость умножить на 7. Вот, и видно, что с нашей точки зрения ничего не поменялось, а с точки зрения пиксельных интенсивностей там будут небольшие вариации, и вот эти вариации привыкли к тому, что сеть думает, что это уже гиббонс и разница в 99%. И вот такое возмущение, невидимое для глаза, и при этом сильно меняющее выход, называется состязательной атакой. Ну, как бы я и буду дальше применять термин атака, хотя это не очень может быть правильно. Многие пугаются, атака, атака. Ну, в данном случае это просто пример, который меняет выход. При этом с точки зрения человека он не так, чтобы сильно заметен. Понятно, что такие примеры состязательные существуют не только для классификаторов, они существуют для детекторов. Когда мы обводим прямоугольничком объект, вот, например, слева у нас незашумленный выход, это у нас все три собаки нашлись, а справа это поезд, корова, человек. Хотя, опять же, на наш взгляд ничего не поменялось. Видимо, совсем-совсем небольшое возмущение. Более того, можно вообще атаковать не сети, которые работают с картинками, а, например, вопрос на ответные системы. Вот. Обычно что это такое? Это дается какой-нибудь там пара предложений, может быть, абзац, и спрашивается вопрос по этому абзацу, и нужно дать ответ. Вот, оказывается, если там дописать чуть-чуть что-то, что на самом деле никаким образом к ответу на заданный вопрос не относится, сеть думает, что правильный ответ уже красненький, и это неправильно на самом деле. То есть это говорит нам о том, что проблема достаточно общая в работе нейросети, неважно, сверточных, рекурентных или каких-нибудь других. И да вообще в машинном обучении достаточно интересная проблема – это проблема устойчивости. Почему же вообще такое возможно? Одна из основных причин это такого поведения на похожих изображениях, это, как я уже сказал, неустойчивость, а именно наши разделяющие границы, то есть это границы в пространстве входных признаков, в пространстве картинок, они расположены не так, чтобы очень удачно. И если мы находимся достаточно близко, как вот здесь, например, точка желтая X0, близко к границе, то достаточно чуть-чуть от нее отойти, по некоторой норме, и даже с точки зрения человека будет незаметно возмущение, а с точки зрения нейросети мы зашли за границу. Все, выход поменялся, мы как бы сломали нейросеть. Ну, как бы из этого очевидно может следовать. То есть метод защиты. А давайте для каждой картинки будем добавлять при обучении ее некоторую окрестность, ну, по некоторой метрике, по некоторой норме, например, или бесконечность. То есть вот у нас изначально были точки, зеленые и синие, это два разных класса, и они делятся вот так вот, такой прямой, это наш классификатор их поделил. Но при этом, когда мы будем смотреть их окрестности, здесь эти окрестности обозначены квадратиком, видим, что некоторые там, вот здесь звездочками обозначены, некоторые части этих окрестностей будут вылезать за эту границу. А с точки зрения человека они не должны вылезать, да? Ну и давайте, короче, на самом деле добавлять при обучении все эти окрестности в обучающее множество. И тогда как бы с нашей точки зрения правильная граница, она должна быть вот такой красненькой. Ну как бы замечательно. Почему так не делать, да? Все замечательно, но если мы предположим, что мы будем добавлять в обучающее множество даже картинки, которые будут отличаться только плюс-минус одно значение, будет градация пикселей, учитывая, что, нужно учитывать, что по каждому цвету 255, то нам нужно картинок, которых получится больше, чем вообще атомы видимой части Вселенной. То есть тут получается в девятитысячный нам нужно добавлять картинок, а атомы все в 1080. В общем, это совершенно не реалистично, хотя и кажется очень просто. Тем не менее, есть более-менее работающий метод защиты, он называется adversarial training или состязательный метод обучения, когда мы будем перебирать не всю окрестность, а только наиболее сложные случаи добавлять, как раньше те, которые в районе этих звездочек находятся. Замечательно, давайте его использовать. Проблема в том, что нам нужно для каждой итерации обучения проводить процедуру нахождения этих сложных примеров. Она работает гораздо медленнее одного градиентного шага для обучения. То есть это может быть несколько, 10, 20, еще несколько перезапусков могут быть долго. Плюс, опять же, этот метод будет работать и защищать только от того метода нахождения социальных примеров, который, собственно, использовался для нахождения наиболее сложных случаев. То есть появляется новый метод атаки, мы для него строим защиту. В общем, это такой не очень эффективный, не очень масштабируемый метод. Немножечко математики, даже не то, что математики, немножко обозначений. Пусть у нас входной вектор, ну, или картинка, в данном случае это x, будет принадлежать множеству картинок, которые шкалированы от 0 до 0. То есть, например, если у нас цвета были от 0 до 255, просто поделим на 255 в данном случае. Их картинка при этом размерности m на n и c цветов. То есть, если черно-белый, это 1, если там RGB, это 3. y, gt, это правильный класс для картинки. Например, если x, это картинка лебедя, то y, gt, это будет лебедь. Некие параметры классификатора, точнее, не некоторые вообще параметры, обучаемые классификатора, пусть будет обозначаться за тета. Функция потерь это некая функция как входа, правильного ответа и параметров этого классификатора тета. А выход классификатора будем обозначать f от x. При этом, мы хотим так обучить наш классификатор f, чтобы f от x был равен правильному ответу y, gt. А ту добавочку небольшую, которую мы будем добавлять к входу, то есть, вот эти возмущения будем обозначать за r. то есть, например, если мы x плюс r, это уже будет, например, состязательный пример, если мы добьемся того, чтобы f вот здесь, f от x плюс r не был равен y, gt. То есть, наша цель состязательной атаки, если это более формально определить, нам нужно поменять выход классификатора f на какой-нибудь другой, неправильный, путем добавления минимального по некоторой норме, ну, норму можно понимать тут не то, что понимать, можно применять разное, это l0, l1, l2, l бесконечность, пусть это будет просто lp, вот, а именно нам нужно будет минимизировать по норме lp вот это возмущение r, так что выход классификатора будет на без возмущения будет равен правильному ответу, а с возмущением от r уже неправильно, но при этом сама картинка все еще будет являться картинкой, то есть будет лежать во множестве картинок b. И при этом, опять же, поскольку доклад об устойчивости, не только о состязательном обучении, устойчивость это некая противоположная штука, нам нужно найти такой класс возмущений, при котором классификатор не меняет свой выход на возмущение из этого класса, то есть f от x плюс r равно f от x, любого r из этого s. Здесь мы хотим поменять, а здесь мы наоборот хотим найти ту область, где у нас ничего не поменяется. До этого было сказано о состязательном обучении, о том, что на самом деле мы можем находить наиболее сложный пример и на нем обучаться, и вот здесь просто более правильная математическая формулировка. Само же обучение нейросети мы можем понимать как минимизация функционала именно мат-ожидания функции потерь по тета, а само мат-ожидание оно по обучающим примерам, то есть по x, y, g, t. В состязательном обучении мы сначала генерируем каким-то методом самые сложные примеры закрестности, а затем минимизируем. То есть вот состязательное обучение формулируется вот так. То есть минимум по тета он-то остался, только если раньше мы брали мат-ожидание по функциям потерь, то у нас здесь мат-ожидание по максимуму вот этой функции потерь, только x уже не x, а x плюс r, где r принадлежит некой окрестности. И вот эта штука внутри квадратных скобочек, а именно max, l, t, x плюс r, y, g, t генерируется с помощью некого метода генерирования состязательных атак. Вот как бы все на данный момент мы получили все основные обозначения и понятия, и давайте посмотрим, что же, как же делать эти состязательные атаки вообще. Ну, еще напоминание, я думаю, простое напоминание кто-то знает, кто-то помнит, а кто-то нет, но что такое вообще норма, это tl1, l2, l-бесконечность, это просто либо сумма квадратов, это если норма l2 и корень из нее, l1 это сумма модулей, l-бесконечность это максимум, а l0 это количество ненулевых элементов на самом деле. Ну, с чего все началось вообще? Это началось еще незадолго до формализации понятия состязательных атак, такие вещи назывались обманными изображениями, а именно с помощью разных методов строились некие картинки, которые давали 99,9% уверенности в том, что это некий класс, при этом они были либо похожи на белый шум, как верхняя строчка здесь, либо какие-то непонятные структуры, текстуры, и при этом тоже давали 99,9% вот, например, этот королевский пингвин здесь, а это сентипед, забыл перевод, в общем, многоножка, по-моему, то есть, уже было известно такой особенности, что мы можем с точки зрения человека подавать совершенно непонятную какую-то ерунду, а нейросеть будет думать, что это, о, это, это, я уверен, практически 100% вероятностью, что это королевский пингвин, но это не так, вот, и первый предложенный адекватный быстроработающий метод, он был не первый, но перво быстроработающий, назывался FGSM или FastGradientSign метод, как он строился, мы брали производную по входу от функции потерь, это важно, потому что обычно для обучения используется производная по параметрам, то есть, градиент по θ, здесь мы берем градиент по x, берем знак и умножаем на некую константу epsilon, и вот это и будет то самое r, которое мы будем добавлять, и варьируя epsilon, это может быть от нуля до единицы, может быть какой-то маленькой, тем не менее, мы можем добиваться того, что сеть будет ломаться у нас и выдавать другой ответ. тем не менее, этот метод очень быстрый, очень замечательный, но он не очень устойчивый и не всегда достаточно, чтобы сломать нейросеть за один шаг, поэтому был предложен итеративный метод атаки или iterative fgsm, по-другому он еще называется pgd, project degraded descent, ну и здесь мы что мы делаем, мы опять же берем знак и прибавляем о, кстати, здесь я epsilon забыл, ну, неважно, вот, и прибавляем к одному изображению и потом проектируем на пространство в данном случае картинах и делаем так несколько раз, может быть 5, может 8, может 10 раз, вот, и таким образом метод, он работает дольше, но ломает, как бы, меняет выход классификатора в большем, с большим процентом случаев. Более того, мы видим, что на самом деле методы конструирования наших атак, они все больше и больше походят на шаги оптимизатора, это может быть градиент descent-like оптимизатор или еще какой-то, поэтому почему бы давайте не использовать огромное количество техник, которые были наработаны для оптимизации, выпуклой или не выпуклой оптимизации, только если раньше они бы применялись для оптимизации по Т, а сейчас будем применять для оптимизации по Х. Ну и давайте перетащим один из самых известных подкроток, это использование моментума. И вот получился моментум iterative FGSN, когда мы сглаживаем на самом деле градиент, не сразу берем плюс альфа плюс знак градиента, а сам по себе вот G, здесь вот просто подведен алгоритм, лень будет если честно переписывать, просто скриншотил, ну неважно. Вот, мы берем направление градиента, вот здесь градиент по Х, делим на норму, получаем как бы направление его, вот, и сглаживаем с неким коэффициентом мю, это мюд 0 до 1, некий параметр с предыдущим сглаженным значением этого градиента, а потом уже используем его для генерации атаки. Вот, здесь табличка, которую может быть 2 или 3 года построили, сравнение разных видов атак, и видим, что на самом деле вот этот вот MiFGSM, то есть Momentum Interactive FGSM, из простых методов, он наиболее устойчивый и эффективный для того, чтобы менять выходы классификатора. Так что, в целом, я дальше, когда буду говорить о физических атаках, он тоже будет использоваться. Перейдем к интересным случаям, когда мы пытаемся не зашумить всю картинку, а давайте зашумим один пиксель. И вот даже такой метод атаки существует, он называется OnePixelAttack. Это предельный случай L0 атаки. Мы реально меняем один пиксель, а как это делается? Это делается с помощью эволюционного алгоритма. Не так важно, как это происходит. Вот просто здесь у нас база CIFAR-10. Это оригинальная картинка. Это как бы собака, но тут сложно, конечно, заметить собаку, но в обучающей базе данных это, в общем, собака. Видим, что каждый раз здесь точки разноцветные. Надеюсь, что кому-то видно не такое плохое качество канала. Меняем один пиксель на какой-то другой цвет и на самом деле получаем все девять остальных классов. Airplane, Atomobile, Bird, Cat, Deer, Frog, Horse, Ship, Truck. А изначально это был Dog. Вот такая интересная штука. Такие у нас получается неустойчивые нейросети, что даже одним пикселем мы можем сломать. Понятно, что нужно заметить, что одним пикселем мы не сломаем более сложные классификаторы для более сложных баз данных, такие как ImageNet, но для Sephora, по крайней мере, мы это сделать можем. Ну и давайте переходить в практическую область, раз уж у нас сегодня доклад про практический, когда я говорю реальный мир, это имеется в виду прежде всего на практике, просто калька с английского, в английском языке говорят всегда Real World, то есть то, что мы можем перенести из цифровой области, из Digital Domain в реальный мир. Будем атаковать изображение непосредственно перед подачей фотографирования, перед подачей светочной нейросети. Поэтому на самом деле такого вида атаки, которые бы меняли сам объект каким-то образом, наиболее универсальны, и как бы они, потому что кто знает, может быть текущие атаки в цифровом, в этом цифровой области, они на самом деле ну какие-то такие грязные хаки, скажем так, которые на самом деле в реальном мире, то есть когда у нас разные освещения, разные шпек-эффекты, там разное отдаление от камеры, как опять же всякие постпроцессинги в камеры всякие стоят, на самом деле как бы они просто эти пиксели будут сглаживаться, убираться, и не будет такого. И как бы вот давайте поисследуем, реально ли есть проблема такая в реальном мире или нет, это просто как бы наша игра ума, вот мы любим поиграться с пикселями на цифровом уровне, а в реальности такого не будет. Тем не менее, уже в 16-м году была продемонстрирована первая возможность физической атаки, то есть была применена атака на изображение цифровой области, потом распечатана на бумагу, а затем сделали снимок цифровой камерой и затем заново попытались распознать снимок. Вот такой пайплайн, и тем не менее, все равно, сейчас я покажу, вот изначальная картинка, ее специальным методом, обычным методом, каким-нибудь FGSM на самом деле, или PGD, генерировали соцсетательный пример, распечатали на принтере, вот что-то типа кодека здесь, как мы видим, и сфотографировали. Тем не менее, было изначально у нас вошер, не посудомойка, стиральная машина, да, стиральная машина, потом, это похоже на сейф больше, или даже лаудспикер, это динамики, так понимаю, вот, то есть даже вот в таком случае, не применяя никакие специальные методы для того, чтобы это переносить физическую область, тем не менее, в каком-то виде физическую область эта атака переносится. Какой же на самом деле, какой же главный метод для переноса атак, для генерации соцсетательных примеров в реальном мире? Он называется EOT, или Expectation Over Transformation. Этот подход, он учитывает, что на самом деле объект в реальном мире обычно претерпевает ряд преобразований, таких как масштабирование, трансляция, либо там тряска, джиттер, изменение яркости, контрастности, какое-нибудь размытие, блюр, джпек-эффекты и т.д. и т.п. Вот, и поэтому наша задача найти в данном случае направленную атаку с учетом вот этого множества преобразований T, которое мы будем так или иначе симулировать. То есть нам нужно найти такое возмущение R, как argmax, то, что максимизирует вероятность того, что мы будем распознавать в данном случае некий таргет класс Yt. Заметим, что Yt не равен Yt, то есть Yt не равен Yt, то есть мы хотим получать совершенно другой предопределенный класс. При условии того, что изначальный выход классификатора был Yt, и мы хотим минимизировать разницу, при этом точнее не хотим, а это одно из ограничений, то, что разница после трансформации возмущенной картинки и не возмущенной по некоторой метрике, в данном случае Lp, она меньше какого-то предопределенного значения, например, epsilon. Это значит, что мы применяем возмущение к исходной картинке, потом делаем над ней преобразование G, и вот после преобразования G они должны быть не так далеки. При этом, насколько они были изначально далеки, неважно, но обычно все-таки в качестве трансформации одного из элементов множества преобразования D является identity transform, то есть x плюс r минус x по норме должен быть меньше epsilon тоже, то есть r тоже должен быть меньше epsilon его норма. И на самом деле первая работа, которая это формально описала и продемонстрировала эффективность работа 2017 года, они даже на 3D-принтере распечатали черепашку, вот мы здесь видим, что почти все варианты этих картинок они распознаются как ружье, rifle, и только совсем немножко как реальная черепашка зеленая. Тем не менее есть атаки и на объекты ImageNet, на дорожные знаки и даже на системы распознавания лиц. Примечательно, что все эти атаки по существу это L0 атаки и в них есть обычно две главных добавки, две существенные добавки. Первая добавка это так называемый non-pretambility score, это некий штраф за использование цветов, которые не может воспроизвести данный принтер. То есть, если наш принтер не воспроизводит всю вот эту RGB гамму, то есть 255 в кубе, а только некое подможество, то есть нужно это учитывать. Ну и плюс у нас в реальном мире всегда будет тот или иной гауссовский шум, гауссовский блюр, нужно это учитывать и вводить штраф за негладкость картинки, это называется Total Variation Score. И вот здесь мы можем видеть примеры. Вот здесь добавляем к реальному объекту маленький кружочек, и он уже не как банан классифицируется, а как тостер. Здесь мы добавляем наклеечки на стоп, знак стоп, и получается совсем другой знак, там что-то типа 45 миль в час. Здесь надеваем очки, и получается совсем другой вариант распознавания, то есть это уже не этот мужчина, а известная актриса. И я уже сейчас перехожу, у меня еще минут 5 есть, я сейчас перехожу к тому, что сделали у нас в лаборатории. Мы решили, давайте попробуем в реальности мы сможем ли мы генерировать состязательные примеры на ведущие системы распознавания лиц. Обычно система распознавания лиц содержит два важных элемента. Это детектор лица, когда мы во входном потоке в видео или в картинке находим прямоугольничек, в котором есть лицо. И затем извлекатель признаков, который из этого прямоугольничка извлекает признаки, которые отвечают за данного человека. Называется Face ID. Вот это вторая часть, а первая это Face Detector. Что мы использовали в нашем сеттинге? Это крайне легкий неросевой детектор MTCNN, а в качестве извлекателя признаков использовали ArcFace, это ведущая открытая система извлечения признаков. Использовали атаки с цветным патчем и черно-белым, но детектор мы использовали маски и тоже черно-белые патчи. Сначала атака на детектор лиц. MTCNN очень простой и неглубокий, и поэтому крайне устойчив к соседательным атакам, потому что входное возмущение не может далеко распространиться и сильно повлиять на что-то, в отличие от глубоких нейросетей. В MTCNN каскадный подход, сначала грубое приближение с помощью первой сети PINET, а затем исправление выхода с помощью RANET и OANET. И поэтому было принято решение атаковать самый первый, самый важный классификационный слой в PINET. Слева мы видим pipeline MTCNN, сначала строится пирамида изображений, зачем первая сеть работает, генерирует много bounding боксов, вторая делает первый рефайнмент, третья делает второй рефайнмент. А справа наша схема предложения, как бы мы это делали, ломали. кратко здесь, если говорить, во-первых, используется атака MiFGSM, используется TVLoss, используется также дополнительная функция потерь на то, что картинка не черная, точнее, на то, что она черная, чтобы как можно меньше краски тратить на самом деле, чтобы как можно меньше заметно было. Применение патчей, аугментация дополнительно, это гауссовский шум и случайная яркость. Опять же, мы пытаемся симулировать данном случае вот это множество трансформаций T. Что интересно, для физических атак нам пришлось оценивать параметры локальных проекций по заранее подготовленной маске. Получилось так, что из-за того, что у нас детектор неглубокий, патчи не носят никакого семантического характера. Я потом поясню, что это значит. вот слева сначала пришлось как бы нацепить на себя такую шахматную досточку и наклеить и оценить параметры трансформации, то есть, как нетрансформированная шахматная доска на плоскости будет переходить сюда. Для каждого квадратика на самом деле были свои параметры афинного преобразования. Вот. И затем мы обучали и получили вот такие вот патчи, которые тоже можно наклеить на щеки. Вот. И то же самое было сделано с маской. Это была работа сделана в прошлом году, в конце прошлого года с нашими интернами из Caltech. Вот. Теперь пример атаки FaceID, не детектора. здесь мы уже применяли другой подход, как мы будем проецировать. Здесь мы решили сделать так называемую off-plane проекцию. Ее можно построить аналитически с помощью формулы. И чем это хорошо? Тем, что можно не как здесь оценивать параметры трансформации для каждого квадратика, а здесь можно пропускать градиенты сразу. И потому что сеть у нас достаточно глубокая, у нас большая область восприятия, и патчи на самом деле носят семантический характер. Вот слева изначальная решетка, которую мы сначала как бы в плоскости Z сжали и потом еще вниз немножко подвинули. Вот. И опять же pipeline. Здесь написано FGSM, но на самом деле тот же самый MiFGSM. Вот. Тоже было сделано с сотрудником нашей лаборатории, со Степаном Комковым. генерировался патч сначала прямоугольный, обычный, плоский, потом с помощью вот этих вот форм он преобразовывался, наклеивался в разные места, тут тоже всякие трансформации были, дрожание, зашумление, ну и потом обучали с помощью косинусного лоса. Вот. Ну здесь пример, но я это, пожалуй, покажу на видео. Тут у меня есть пара небольших демо, каждая по полторы минуты. Главное, что мы получили устойчивость как к поворотам, так и к разной освещенности. И это на то время, когда мы это сделали, это была первая атака в реальном мире на ArcFace и более того устойчивая, достаточно устойчивая. Вот. Но поскольку здесь была цветная, то есть нужно было более-менее нормальные принтеры иметь. Ну и дальнейшее, вот опять же, ребята из Caltech продолжили данную идею и сделали нецветные атаки тоже на Face ID. И опять же, здесь они носят семантический характер, как мы видим, как и здесь. Атака имитирует, это причем не специально так, мы вообще можем инициализировать серым цветом, а получаем как бы лоб, брови, морщины. Здесь мы получаем нос и глаза, то есть вот так вот мы пытаемся таким образом обмануть нейросеть. Тем не менее, вот совсем недавно, на недавней конференции ICLR 2020 вышла, сейчас покажу сразу, вышла статья, которая помогает бороться с такими атаками в реальном мире. Что они сделали? Они решили вот это сосредоставительное обучение или adversarial тренинг в него внедрить на самом деле создание такого патча внутри. Они просто сделали это более эффективно. Как мы видим, во время обучения добавляются вот такие патчи искусственно сгенерированные. Опять же, мы видим, что они семантические. Здесь носы, здесь глаза. и так или иначе это может защищать, но опять же оно будет защищать только от той метода атаки, имея в GSM и от тех же трансформаций, которые были использованы. То есть, это как бы такая игра, которая может помочь, а может и не помочь. Ну, главные выводы. Пожалуй, закончим. На данный момент сверточные нейросети в целом работают гораздо лучше человека, но при этом их легко обмануть, используя неустойчивость по входу. Наиболее распространенные приемы атаки это производная по входу, не по параметрам, а именно по входу. Перенести атаку непросто, на самом деле, потому что изначальные атаки это атаки на пикселях. В реальном мире никаких пикселей нет. В реальном мире есть объекты, трехмерные объекты. И, тем не менее, можно сломать даже супер модные, крутые, навороченные системы распознавания лиц, имея лишь обычный принтер. И, в целом, нейросети еще пока не полностью заменили человека, но прогресс идет. Вот. И, если у меня есть пара минут, я бы показал демо, но я не знаю, есть ли у меня пара минут. Хочу спросить у организаторов. Александр, да, есть. Есть буквально там 2-3 минутки. Мы как раз-таки чуть позже начали, поэтому да. Сейчас я попробую. так. А я могу шарить просто десктоп? что-то этот экран. Да, экран можно. Или имеется в виду запись. Вроде как можно. У меня почему-то здесь нет экрана. Ну ладно, я сейчас выкручиваюсь. Ничего страшного. Сейчас сначала загружу видео, а потом его расшарю. секундочку. Так. Так, видно сейчас? Угу. Угу. Все отлично. Это видео демонстрация демка с пачками для детектора. То есть красный квадратик, прямоугольчик, значит, что мы ловим. То есть детектор работает, мы определяем, где находится лицо. А он, получается, это делает ежесекунда сверяется, или он трекинг производит определенный? Ну, по-хорошему, он должен делать это на каждом фрейме, но можно сделать так, чтобы не тратить ресурсы и делать это каждые 5-10 там. И трекинга. И можно добавлять трекинг, можно добавлять, в общем. Здесь, по-моему, просто по кадрам работают. То есть вроде детектор просто работает. Давайте добавим патч. он все равно пробивается, он пытается лицо определить, но достаточно редко. Понятно, что атака это не стопроцентный вариант, не суперустойчивый, но тем не менее. то есть вот даже чуть-чуть какие-то варианты разных углов выдерживает, разное расстояние. Это вот реально запись с камеры. Вот тут что-то пробиваться стало. Когда получается расстояние увеличилось. А это, насколько я понимаю, достаточно рандомно расположенные бумажки и черная зона на ней. То есть это не какой-то специально выверенный. Нет, как раз то, что нарисовано на бумажке, это и есть результат атаки. То есть они просчитываются. А само расположение было изначально просто подобрано так, чтобы можно было что-то подобрать или наклеить. Вот здесь иногда пробивается, но в целом скорее не пробивается, чем пробивается. вот и сейчас я покажу еще одну там минутку атаку на Face ID. так секундочку так видно вот тут ну благодаря тому, что мы не дизайнеры и программисты, несложно понять, что это имеется в виду, но смысл такой, что красным написано расстояние до вот этого человека, до реального, то есть точнее не расстояние, похожесть, семиллярити, то есть чем больше, тем лучше. А еще у нас есть большая как бы база данных, в которую входит этот человек, но есть и другие люди. И вот здесь мы видим, что похожесть на конкретно этого Person 1, она как бы точно такая же, как похожесть на ближайшего из большой там базы данных, там типа 500 что ли там человек разных использовалось, или там 100, в общем, неважно, какую там открытую базу данных взяли и просто посчитали на них признаки. Вот, и сейчас я запущу и покажу, что вот, то есть когда у нас нет никакого патча, у нас вот это число совпадает с вот этим, то есть у нас мы реально находим в этой базе данных правильного ближайшего человека. Все как бы работает так, как и должно быть. То есть шапка ни на что не влияет. Сейчас вот наклеют патч. И вот сейчас я поясню, и вот мы видим, что расстояние до этого человека 0,09, а ближайшее расстояние до какого-то человека из базы данных уже 0,2, до какого-то другого, неважно, до какого. То есть мы видим, что все, мы уже не находим вот этого человека Person 1. И если вот у нас, я буду слить, если у нас в верхней строчке число больше, чем в нижней, значит мы сломали распознавание. И почти всегда оно будет так. Повороты симулируются. Сейчас свет погаснет. Да, и даже с выключенным светом мы все равно видим, что мы вот еще фонариком там посветили. все равно мы не находим правильного человека. Сейчас вот снимем. Опа, и все, и нашли. То есть это не свет и повороты мешали нам распознавать, а именно то, что мы наклеили специальный патч. На этом я, пожалуй, закончу. Главный вывод, что сети неустойчивы и неустойчивы даже в реальном мире, не только на уровне пикселей, если мы говорим про картинки. И сейчас большая-большая область деятельности как бы это теоретически их обосновать устойчивость или неустойчивость. И на последних конференциях это поднимается, эта тема. Но как бы эта тема не данного доклада, а скорее другого, более теоретического, но очень-очень интересная тема. Я бы хотел заострить внимание всех коллег присутствующих, что устойчивость нейросети одна из главных, фундаментальных, интереснейших проблем, которые следует изучать. В чем изучать? Сначала теоретически, а потом практически. Спасибо. Александр, спасибо, спасибо огромное. Жалко, тут нет аплодисментов. А, или есть. Есть участники, можете поаплодировать Александру удаленно. Спасибо большое за крайне интересный, крайне, скажем так, нестандартный и любопытный доклад. Я думаю, что у нас уже есть вопросы в чатике. Сможете ли вы, Александр, буквально там пару минут, я помню, что вам нужно убегать уже, буквально пару минут на вопросы ответить. Хорошо, я постараюсь сейчас, сейчас я посмотрю, на что смогу отвечу. Хорошо. Да, 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 да. в чатике. Боюсь, что все вопросы, они были про Huawei захватит мир, 7G и 5G, но это, в общем, не по теме доклада. Хотя нет, вот последний вид. Если документация использовать мозаику как Viola 4, скорее, результаты так были бы менее... Да, по поводу, смотрите, по поводу новых сетей, для каждой сети существует просто, нужно определенный лосс атаковать, и в данном случае Viola, они наиболее подвержены атакам, наиболее просты. Если вы посмотрите в сети, я, правда, про V4 гарантировать не буду, я еще как бы не так, что сильно ее хорошо знаю, четвертую версию, но, по крайней мере, вторую и третью. Если уж делают реальные системы атаки на системы детекции, их делают на YOLA, прежде всего. То есть она наиболее простая для этого. Там атакуешь главный лосс, их как объектность, что называется, вот, и все. Поэтому очень много работ. Поэтому я бы не сказал, что YOLA V4 тут... Я не гарантирую, но, скорее всего, это не панацея. Какая причина искать защиту от атак? Так, ну, тут две точки зрения. Одна, ну, какие-нибудь организации, правительственные, я не знаю, полиция, не захочет, чтобы кто-то там что-то атаковал, поэтому давайте делать защиту. Ну, это такая обычная точка зрения, и нам не очень интересна. Мы, как бы, ресерчеры в данном случае. Более интересная точка зрения здесь следующая. Защита открывает нам пути, с помощью которых мы понимаем, как в реальности на самом деле работают сверточные нейросети, в данном случае сверточные. И мы можем делать не то, чтобы мы защищаем сеть от атак, мы на самом деле повышаем ее устойчивость. Она просто будет лучше работать в условиях неопределенных трансформаций, которых мы заранее, например, не знали. То есть вот обычно, когда аугментируем мы там когда-то обучающую базу данных, мы заранее там применяем какой-то класс аугментаций, но мы никогда не сможем знать заранее, какие реальности у нас будут аугментации, то есть какие трансформации будут на входе. А понимая, как бы, границы применимости, мы сможем заранее защититься от неизвестных возмущений на входе. Так, дальше. Что взять атаку? Ну, давайте я лучше потом, лучше не буду задерживать время, я лучше тогда напишу. Извините. Александр, ну, смотрите, на усмотрение, может быть, один еще вопрос, и тогда уже все остальные мы обязательно в том числе передадим. Вот. У меня тоже есть один короткий буквально вопрос. Давайте я вот отвечу, вот здесь вот, Сергей Алямкин. Чтобы сделать атаку, нужно знать, какую университет нападаем. Для простейшем случае да, но на самом деле нет. Это whitebox атаки, просто простейший случай, просто проще пропускать градиенты. Но мы можем делать blackbox атаки, мы можем, когда мы знаем только выход, мы можем применять всяческие zero-order optimization методы, когда мы пытаемся эти градиенты искусственно формировать. В общем, это не панацея. Достаточно знать, как в каком-то виде выход нейросети, пусть он даже дискретный, мы все равно сможем проатаковать. Просто больше времени это займет. Да, все, я потом отвечу так письменно. У вас какой-то вопрос еще? Ну, у меня буквально короткий. То есть я правильно понимаю, что пока на данный момент нейросети в стадии, скажем так, обучения и развития, банально при входе в метро можно применить те самые фреймы, и тебя не распознает московский метрополитен, Мосгортранс и так далее. То есть их система слежения и контроля. Или это все-таки не про это, и можно даже об этом не мечтать? Я бы хотел ответить на этот вопрос так, что я надеюсь, что люди, которые делают системы обнаружения в метро и везде, они учитывают данную возможность. Я тоже. Поэтому на этой замечательной ноте, ребят, давайте поговорим о Александре еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!